Слуги народа экстренно подарили украинцам нового главу НБУ, что известно о Кирилле Шевченко и каким теперь будет курс доллара. Уже через несколько часов после того, как Яков Смоли заявил об отставке в офисе президента, и фракции Слуги народа назвали наиболее реальным претендентом на то, чтобы возглавить НБУ именно председателя правления Государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко. Несмотря на это, президент Владимир Зеленский по закону он предлагает ради кандидатов на Нацбанк, но формально последнее слово за депутатами. Решил не спешить с выбором и потратил две недели, чтобы рассмотреть с десяток других кандидатур. До последнего выбор Зеленского держался в строгом секрете. Кого президент подаст на голосование, не знали даже самые влиятельные депутаты. О том, что под купол Рады подают именно Шевченко, многие парламентарии узнали только когда офис президента зарегистрировал на сайте Рады соответствующий проект постановления. Президент решил познакомить Шевченко со своей фракцией уже после голосования, а не до, как обычно происходит с топ назначениями. Утром 16 июля дня будущий руководитель НБУ выступил на заседании финансового комитета ВР, глава Даниил Гетманцев. Уже через час Рада без особых проблем утвердила его кандидатуру. За высказались 332 депутата. При обсуждении в сессионном зале представитель фракции «Голос» Ярослав Железняк раскритиковал процедуру внесения кандидатуры председателя НБУ. Вечером представление внесли, утром следующего дня – голосование. Нардепы не смогли выслушать Шевченко и понять его план действий. Лидер «Батькевчины» Юлия Тимошенко в свою очередь сообщила, что её полицейле удалось пообщаться с кандидатом и призвала голосовать «за». Глава НБУ родился 25 октября 1972 года. В 1994 году получил диплом Харьковского государственного экономического университета по квалификации «экономист». Работал в банках «Украинский кредитбанк» «Оваль», «Финансы и кредит» «Укргазбанк». С декабря 2006 года по май 2009 года возглавлял правление государственного ипотечного учреждения. С мая 2009 года по сентябрь 2009 года был советником премьер-министра Украины. С мая 2015 года занимал пост главы правления «Укргазбанка». Отметим, что Зеленский заявил, что курс доллара в стране должен быть 30 гривен за доллар, как заложено в бюджете. Эксперты отмечают, что то ситуация на Бешбанке показывает, что рынок на это и на настойчивые пожелания президента Владимира Зеленского видеть более высокий курс отреагировал вполне чётко. Такой информационный фон способствовал усилению девальвационного давления и закреплению курса на более высоких значениях. «На данный момент мы не видим факторов, которые могли бы изменить ситуацию так, чтобы рынок вернулся к революционному тренду, который мы наблюдали в апреле-июне», заявила аналитик Евгения Ахтырка. По её словам, то, каким будет курс до конца июля, зависит от того, станет ли Нацбанк следовать пожеланиям видеть курс на уровне 30 гривен за доллар. Если регулятор начнёт их выполнять, то есть выкупать большие объёмы валюты на Бешбанке, тем самым увеличивая спрос, то курс может начать заметно расти уже в июле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова